Приветствую, друзья! Настройтесь на спокойный лад, потому что я вам кое-что расскажу важное и полезное для вас. К чему хочу сказать ещё о том, что вот в одном из прошлых роликов я рассказывал, как лазо разводить, сейчас я подскажу. Никакого усилия над собой, никакого. Просто дело в том, что когда мы засыпаем, я в одном атласе видел физиологии там, когда мы засыпаем, у нас на самом деле глаза как бы поднимаются вверх и расходятся там. На самом деле я так понимаю, что эти две половины мозга при переключении из обычного состояния в сонное состояние, вот этот мостик перехода, он сопровождается освобождением вот этих функциональных связей между половинами мозга. А это там происходит раскоординация глаз как бы временная, ну то есть глаза как бы перестают быть сосредоточенными, как в обычном состоянии, они вот так сканируют, то туда мы смотрим, то туда смотрим, и не можем смотреть параллельно в две точки. То мы смотрим, то туда, то туда, то есть сканируем. А когда переходим в сон, у нас там раскоординация происходит, то есть глаза уходят как бы наверх и расходятся в разные стороны. Я просто вам объясняю механизм, откуда это взялся приём. И вот для того, чтобы это легче сделать, не надо насильно пытаться это делать и проверять, идут глаза так или не идут. Не надо проверять, это не экзамен. Вы этой самой проверкой себе просто мешаете естественно это произвести. А когда оно ещё так бывает естественным образом у нас? Когда мы глубоко задумываемся, с рассеянным взглядом, когда у нас объём внимания увеличивается. Но он увеличивается почему? Потому что когда мы сфокусированы, когда мы сосредоточены, когда мы как бы фиксируем внимание, у нас и зрение фиксируется. А когда мы вот так объёмно, так пространно, когда мы делаем стадию последействия, после каких-то упражнений, связанных с попеременным напряжением, расслаблением или с напряжением, потом мы говорим стадия последействия, отпускаем взгляд, пускаем мысли на самотёк. И в этот момент там это и происходит. Да, само происходит. Поэтому если вы хотите, чтобы вы легко научились раздвигать глаза, вы помните, как мы раздвигаем руки? Мы представляем себе, что руки расходятся. При этом мы не проверяем пошли-не пошли. Потому что если мы начинаем проверять каждую секунду пошли-не пошли, мы как бы палку в колесе. Не даём возможности механизму включаться. А мы сейчас учимся делать то, что мы делали естественно, делать осознанно, в виде упражнения. И это даёт большие преимущества. Мы тем самым обучаемся легко переключаться. Я вам в следующем ролике очень хочу рассказать о том, что сейчас мы будем делать переход на сторону из восстановительных процессов, которыми мы всё время занимались. Потому что когда пишем стрессы, вебинары наши, бесплатные ликбезы наши, ну, очень много людей приходит, и больных, которые хотят выздороветь. А мы не клиника. А сейчас мы, понимая, что на самом деле, конечно, будем помогать нездоровым людям, давать советы, рассказывать о примерах. Ну, как мы всегда делали. И в личке я всегда могу помочь. И вы пишите в WhatsApp, пишите. В Facebook и в личку пишите. В Instagram, ну, лучше в WhatsApp пишите. Или в Skype лучше пишите. Я там могу консультировать. Ну, вот сейчас главное другое. Главное, мы делаем переход сейчас от восстановления к развитию. Потому что если сейчас к нам подключатся и молодые люди, которые не знают этих приёмов, что, оказывается, можно легко настраиваться на осуществление своей мечты. Снимать барьеры, которые мешают им достичь своей цели. Которые мешают исполнить какой-то замысел, какой-то проект. Настроиться на соревнования, настроиться на сдачу экзаменов, на какие-то личные отношения. Преодолеть какие-то трудности. Мы даём приёмы. И вот, чтобы больше людей их узнало, как раз-таки, во-первых, пишите больше комментов, ставьте лайки, и комменты пишите не меньше 4-5 слов. Тогда наша школа «Человек большего» хомофутурус развивается. Я вам вот что ещё хочу сказать. Я изначально начал с того, что настройтесь на спокойный лад. Потому что, когда вы меня смотрите, я начинаю о философии говорить, о том, что человек по-проте творец, а человек вдруг выходит туда на вебинар или на бесплатный ликбез с тем, чтобы себе помочь. А я тут рассказываю, а у него терпения не хватает слушать. Потому что, если у человека стресс, высокое напряжение, откуда же у него терпение слушать? Он потом мне пишет, говорильная сплошная. Потому что он просто слышать не может. Потому что у него такое высокое напряжение. Каждая секунда, как будто там 100 минут сразу прошло. Ему так кажется. И он говорит, он мне пишет, да быстрее вы говорите, да покажите вы конкретные приёмы, что вы всё время в воду льёте. Ну вот, понимаете, как получается. Поэтому, в первую очередь, надо научиться снимать лишнее напряжение, чтобы можно было слышать друг друга. И ещё важно. Я сейчас расскажу вам случай. Вот буквально час назад мне моя знакомая из Украины. Она, значит, позвонила и говорит, можешь сыну моему помочь? Я говорю, конечно, но она участник нашей школы Человек будущего. Я передаю привет. И вот я расскажу этот случай, потому что и сыну передаю привет. Пусть посмотрит, обрадуется. Именно не называю, без согласования. Так вот. А у него проблема. Он не высыпается, потому что он ночью сидит за компьютером, он то ли там задачки какие-то решает, то ли в игры играет, я не знаю. Но факт то, что он не высыпается, и поэтому у него головокружение по утрам, и два часа ему приходится приходить в себя, а потом у него начинается нормальная жизнь. А потом ночью сидит до рассвета. Ну, неправильно это, потому что раньше у него было лучше. Это два месяца у него так вот происходит. Так вот, что мы сделали? Я ему рассказал такую историю. Я говорю, видишь, мои картины, я рисую, я люблю рисовать, для меня это разгрузка. Он говорит, я не умею рисовать, поэтому я говорю, бери карандаш, я рисую, что в голову приходит, совершенно не задумываясь об ошибках. И так, если ты будешь делать некоторое время, допустим, сегодня, завтра, послезавтра, то через 3-4 дня ты заметишь, что ты уже втягиваешься в этот процесс, а это разгрузка. И ты будешь лучше спать. Я привожу пример, что есть женщина, которая известна всей планете, и она написала 4 книги, по-моему. Она создала моду на автописьмо. Вот как мы руки развегаем, не глядя и не задумываясь, как они идут, а думая только о том, что они расходятся, представляя себе в этот момент, как они расходятся, и задачу, которую мы хотим решить. То есть цель свою. И цель у нас не на том, что, как они идут, а цель наша другая. Поэтому в синхрогимнастике, когда мы делаем раскрепощающие приёмы, упражнения, мы думаем не о приёмах, мы думаем, для чего мы это делаем. Это разминка перед каким-то действием. Размяться. Ну, у нас приёмы хорошие. И хлёст, и лыжник, и шалтай-болтай, и плавательные движения. Каждый подбирает то, что ему подходит по критерию, что хочется продолжать. Что проще, и что приятнее. И это окажется правильно. Так вот. И здесь то же самое. Вы делаете это. Там в синхрогимнастике вектор внимания на решение задачи, а не на самих упражнениях. Тогда упражнения правильно получаются. И здесь тоже, когда мы раздвигаем глаза, вектор внимания не на самих этих упражнениях. Пошли, не пошли. А мы представляем себе, вот когда вы глубоко задумались, представили себе, что вы там куда-то поехали, что-то там в отпуск или наоборот в командировку или экзамен сдаёте в таком отрешённом состоянии. Они у вас сами расходятся. Так я вам хочу сказать, что эта женщина, она перенесла инсульт и написала потом 34 книги, которые называются «Путь художника», потому что она пропагандировала через эти книги именно своё становление как художника и путь к этому. Вот как мы говорим, автомат включился, и здесь автомат включился, и она, когда рассказывала, из чего я начал, про сына моей знакомой, ты рисуй, что в голову придёт, совершенно не заботясь, правильно-неправильно, это разминочное действие, не боясь ошибки. Чем больше ошибок, тем интереснее будет потом. И вот он говорит, а как же это? Я говорю, вот так, это женщина, о которой я рассказываю, которая писательница, путь к художнику, она перенесла инсульт. Я почему повторяю, чтобы вы потихонечку вникали, о чём я говорю. Она перенесла инсульт, ей было очень тяжело, и потом она то ли услышала откуда-то, то ли она сама придумала, я уже не помню, это очень давно было. И она на рассвете, когда человек находится в состоянии между сном и бодрствованием, по дремотным состоянии, в этом состоянии особом, о котором мы говорим, там нулевое состояние, между сном и бодрствованием, голова как бы пустая. И в этот момент, в этот момент, она начала писать всё, что в голову приходит, автописьмо. Вот садилась она на рассвете и начинает писать всё, что в голову приходит, а сама пережила инсульт, ходить не может. И головные боли, и головокружение, и сон нарушенный, и всё прочее, после инсульта. И вот она несколько дней, вот так вот пишет каждый день, она пишет автописьмо, всё, что в голову приходит. А я сыну моей знакомой сказал, а ты рисуй всё, что в голову приходит, чтобы было автописьмо. Или ты рисуй и пиши. Вообще будет интересно. Так она, эта художник, она стала потом художником, великим художником, она написала, повторяясь, путь художнику, можете посмотреть там в интернете, путь художника, про это автописьмо. Это потрясающая вещь. Она там через несколько дней почувствовала себя легче. Потому что разгрузка. А помните, я вам рассказывал в одном из роликов, что психоанализ на этом построен, когда вы выговариваете автоматически всё, что в голову приходит. Да? Помните? Если вы смотрите мои ролики на YouTube-канале, или там есть ещё и другие ролики, которые я ставлю на Telegram, подпишитесь на Telegram тоже. Так вот, кто не подписан на YouTube, подписывайтесь на YouTube, делайте лайки, пишите комменты, вопросы пишите. Так вот, вопрос заключается в следующем. Дело в том, что она заметила, что она стала лучше себя чувствовать. Она заметила, что она стала вставать и ходить, уже раньше не могла ходить. Она заметила, что она выздоравливает, и вместе с этим становится художником. И она стала художником, и это автописьмо рекомендовала всем. Так я сыну своей знакомой говорю, а ты знаешь, я недавно делал ролик, я с одним коллегой со своим разговаривал, там как раз-таки Пушкин, когда он затруднялся в процессе писания своих произведений, когда он задумывался, он автоматически «Женские головки» рисовал, и свои портретики рисовал. Пушкин Александр Сергеевич, он тоже преодолевал, оказывается, блок в процессе творчества, когда происходило какой-то поиск, какого-то решения, чтобы легче было найти решение, передавал, то есть делегировал руке автоматизм, рисовал женские головки. Так вот, что такое делегирование, когда мы делегируем какое-то действие на автоматизм, мы в этот момент, оказывается, перешагиваем какой-то барьер. Я в следующем ролике расскажу потрясающую вещь о том, как развивать у себя творческие качества и необыкновенные способности творца, потому что мы по природе творец, по природе творцы. Расскажу, почему мы творцы, нашу философию человек-творец. И расскажу еще очень интересную вещь. Ну, давайте сейчас по приемам, если что-то кому-то непонятно, напишите вопросы. Я там отвечу, я всегда сам просматриваю. Я вам хочу сказать, там меня кто-то спрашивал, почему у вас всегда сердечки там, когда комменты, вы всегда, когда читаете, сердечки стоят. Во-первых, мне это помогает сразу просматривать лист комментов, там очень много комментов бывает, я легко просматриваю, там, где я сердечки уже поставил, значит, я там уже читал. И я ищу место, где я не читал. Там, где сердечек еще, это мне легко просматривается. Вот для чего делаю. Во-вторых, сердечки, у нас же школа Человек Большего, Homo Futurus, школа человечности, я вам хочу сказать, у меня один друг сейчас рекомендует, чтобы был опять матриархат, чтобы не мужчины были президентами, а женщины. И он там собирает, значит, чтобы были женщины, делегировались в какие-то учреждения, начальниками и так далее, чтобы собралось там какое-то количество людей, женщин, чтобы они продвигали, что женщины, они наши, ну, как мы говорим в нашей школе, берегини, да, они создают жизнь, но без мужчины это, конечно, тоже невозможно. Но в них эти качества, вот эти качества сопереживательности, у нашей школы Человек Будущего, мы о каких качествах говорим? Любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, сотрудничество, да, мир, мы же занимаемся чем? Чтобы сократить, сократить кризисы и войны на планете. У нас же много-много людей из самых разных стран, от Америки до Греции, от Израиля до Молдавии, у нас от Дагестана до Тишинева, все участвуют, там, сейчас мы создаем науку человечности, и там как раз-таки женские способности, женское качество сохранения жизни на Земле, поддержка мужчины, берегиня, как я вот на своей картине у меня есть берегиня. Так вот, мой друг количественно хочет это сделать, чтобы женщины управляли процессами, потому что в них есть нечто такое, что сохраняет жизнь. что против войн и кризисов. А я считаю, что это можно сделать и развитием человечности в себе, не количественным подходом, а надо как-то это все объединять, как-то вместе работать, как происходит. Потому что я слышал другую историю, что в какой-то стране дали женщинам командовать. Так иногда женщины, они эмоциональные очень, иногда бывает такое, что из-за своей обидчивости или еще чего-то она там так накомандовала, но это я немножко с юмором говорю. Короче говоря, мы должны уметь снимать вот это эмоциональное перенапряжение, вот эту агрессию, быть миролюбивыми, быть человечными. И у нас метод ключ как раз для этого. То есть когда мы снимаем стресс, когда мы выходим на нормальное состояние, будь то раскрепощающими действиями, снимая зажимы нерномышечные и блоки ума и тела, будь то посекундными упражнениями с глазами, или такой же зигзаг, такой же хаос движений мы делаем, и помаргивание, и пританцовывание, но много мы чего делаем, смотрите, если новичок не знает, что мы, видите, как я говорю, 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 чтобы вы завлекались, завлекались, завлекались. Ритм у меня особенный такой, когда я разговариваю. А вы знаете, когда я с людьми разговариваю, как я их вижу? Я их вижу, вот больной, например, ко мне звонит, мы с ним разговариваем по WhatsApp или по интернету, я его вижу лучше, чем он сейчас, в данный момент есть. И меня там написали, вы такой человечный, как это вы можете? Ну, во-первых, у меня дедушка был добрый, во-вторых, мама, папа, ну, как-то так получилось. я человечный, я добрый, именно поэтому я создал школу Человек Будущего, Homo Fudors. Я вам хочу сказать, я вижу человека в этот момент, когда я с ним разговариваю, лучше, чем он есть в этот момент. Он вообще может быть прекрасный, но если у него нервная система барахлит, если у него напряжение высоко, он может быть и раздражительный, и агрессивный, и утомляемый, ну, разный может быть, и не слышит, может быть, собеседника. Так вот, я вижу человека, когда я с ним разговариваю, чем он сам есть, то есть, я его вижу лучшим, чем он сам есть в этот момент. Иначе, иначе, если бы я его видел не лучше, чем он есть сейчас в данный момент, как бы я мог помочь ему подняться до этого лучшего? Поэтому я, врач и психолог, и психотерапевт, я к людям отношусь очень добро, по-доброму. Я их вижу лучше, чем они есть на самом деле, потому что они на самом деле лучше, чем они есть в этот момент. Лучше, потому что нет плохих людей, есть нарушенная нервная система и неправильное воспитание. а метод ключ помогает человеке открывать лучшие человеческие качества, добреть. Так вот, поэтому я и говорю, что мы мир на планете, сохраним разум на планете, именно наша школа чек будущего Homo Futurus не путем только собирания женщин в руководство страны, мира и так далее, а тем, чтобы открывать любом человеке человеческие качества. Так вот, друзья, и так, автописьмо, и так, я вам рассказал, как раздвигать глаза, почему это так действует, прием, рассказал, и привет передал моим друзьям, привет передаю еще раз, так говорил святой Франциск, хочу, чтобы люди дружили, любили друг друга, хочу, чтобы люди были здоровы и любили друг друга, да, я тоже этого хочу, и вы этого хотите, я это знаю, поэтому, друзья, до встречи, привет всем. всем, 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 Продолжение следует...